В начале 90-х, после так называемых рыночных реформ, когда вчерашние доктора наук, чтобы выжить, торговали в переходах сигаретами и китайскими колготками, на улицах можно было купить что угодно, в том числе и старые иконы. Я вырос в простой советской семье и смотрел на иконы, как на неведомое сокровище. Бойкие торговцы решили меня просветить, рассказали, какие иконы самые дорогие. Оказалось, те, что старинные, с редкими сюжетами или малоизвестными святыми. За них сразу машину можно купить, мечтательно говорили они. А самыми дешевыми оказались иконы со святителем Николаем, потому что раньше в царской России иконы с его изображением были в каждом доме. И как с ними не боролись большевики, а потом безбожники-коммунисты, икон со святителем Николаем в нашем народе сохранилось великое множество. Почему далекого святого из мерликийских так любят у нас в России? Ответ прост. Потому что он свой, простой, добрый. Он всегда придет и поможет. Его доброта и отзывчивость так полюбилась в русском народе, что в народном календаре его поминали во все времена года по разным поводам. Никола Зимний, Никола Летний, Никола Ратный, Никола Можайский, Никола Милостивий и, конечно, просто Никола Угодник. Угодник, потому что всю свою жизнь святитель Николай угождал Богу и людям. Как гласит народная мудрость, когда плохо и горе, скорее помолись Николе Милостивому, а он расскажет Спасу Всемилостивому. Он помогал бедным и обездоленным и защищал невинных, поэтому стал прообразом Деда Мороза Санта-Клауса. Его родных, Мира Хликийских, сейчас турецкий Демри. И сейчас стоят развалины храма, который турки назвали Баба-Наэль-Колизе, церковь Деда Мороза. Предание гласит, что накануне Рождества святой Николай узнал, что один разорившийся горожанин из-за нужды собирался отдать своих дочерей на блудодеяние. И ночью тайно пришел к тому дому и подбросил в сад три мешочка с золотом, чем спас семью от позора. В Европе эта история стала притчей о добром старике Санте-Клаусе, который, чтобы помочь трем бедным сестрам, ночью забрался на крышу их дома и бросил в трубу золотые монеты. Монеты упали в чулки, которые сушились у камина. С тех пор появилась традиция оставлять подарки ночью под елкой или возле камина в подарочных мешках. Но главный подарок, который святой Николай приносит в каждую семью, это пример деятельной, нерассуждающей любви Христовой. Пример сострадания и милости, которое самое тяжелое и мрачное обстоятельство обращает в добрую сказку со счастливым концом. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok